Депутаты Думы Заволжья требуют честного расследования в отношении главы местного самоуправления, который сначала украл газ, а потом стал говорить, что не крал. Об этой скандальной ситуации мы рассказали еще в мае. Газпром газораспределения тогда выявил незаконную врезку в газопровод, которую вела в дом Александра Пенского. Он является председателем Заволжской Думы и одновременно главой местного самоуправления. В интервью нашей программе он тогда заявил, что об этой врезке ничего не знал, а газом вообще никогда не пользовался. Я просто вопрос не пользуюсь газом, и он мне там не нужен был в том состоянии, в котором есть. Да, должность накладывает отпечаток в смысле внимания. Будем разбираться. Я считаю, это некий такой бытовой момент, который вполне поддается регулированию в общем порядке, несмотря на регалии должности. Но его слова на следующий же день опровергли соседи. Они предоставили фотографии, незаконные врезки, сделанные вообще из водопроводных труб, и сообщили и о том, что весь год загородный дом председателя Заволжской Думы отапливался именно газом. Именно соседей, как выяснилось, и возмутило позиции главы местной законодательной власти, который газом пользовался, но не платил. Именно соседей сообщили об этом газовщикам. Александр Пенский, хотя кражу и отрицает, ущерб газовым службам за украденный газ возместил. Но на этом все затихло. Он продолжает работать председателем Думы, а депутаты написали открытое письмо с требованием расследования произошедшего. Это позорит и каждого из нас в том числе. Поэтому мы вынуждены были написать не только потому, что это случилось, а еще и потому, что на протяжении, наверное, около двух месяцев мы не видим никаких реальных шагов по выяснению обстоятельств и привлечению виновных к ответственности, если такое было. Потому что мы считаем, что перед законом должны все равны быть. В случае этого с рядовым человеком его сразу судили, моментально. В районе 600 тысяч было выплатено штрафы, которые тоже являются признанием того, что он мог бы долго судиться и не платить эти деньги. Но факт выплаты этого штрафа – это признание того, что факт кражи состоялся. Если возместил, это значит, что он сознался. Действительно, как мы видели из репортажей, что он изначально говорил, что он не пользовался газом, что он об этой трубе ничего не знает. Ну, значит, он должен был доказать в суде или каким-то другим образом, что действительно он не виноват. Но раз заплатил это, однозначно все-таки признался в том, что и подключение, и пользование газом имело место. О том, что погашен штраф, да. Он сам говорил об этом. То есть претензии финансового характера, которые к нему выставлялись, теперь нет. А по поводу возбуждения дел или разбирательств каких-то, у меня такой информации нет. Я ей не владею. На дом, который вот он, не очередной дом собрал, он пришел улыбающийся, как будто ничего не случилось. Не упомянул даже с нами это, не обсудил этот вопрос. Ничего, как будто ничего не случилось. Во власти находится человек, который, во-первых, изоблечен во лжи, во-вторых, который занимался воровством. Почему у нас в обществе существуют определенные двойные стандарты, когда человек, который сел в тюрьму за кражу печена капусты, значит, и есть человек, который непосредственно является лицом города, и он несет, кроме материальной ответственности, он не несет никакого наказания за совершенное преступление, факт именно непосредственно по факту кражи. Самого Александра Пенского факт обращения депутатов с открытым письмом в правоохранительные органы не удивил. Что касается перспектив возбуждения уголовного дела, то здесь пока ясности нет. В Газпром газораспределении сообщили, что передали дело в полицию. В полиции заявили, что провели проверку и передали в Следственный комитет. В Следственном комитете нам сообщили, что материалы к ним еще не поступили и сказать им пока нечего. Открытое письмо депутаты местной думы отправили главам прокуратуры и Следственного комитета. Напомню, что с момента обнаружения незаконной врезки и установления факта хищения газа прошло уже три месяца.